В данном видео я расскажу вам про оставшиеся эксперименты нулевой серии, созданные доктором Джамбо Джукиба. Но он такой маленький! Не забывайте ставить свои капитанские лайки, если хотите, чтобы я и дальше разбирал кузенов Стича. Кстати, вы же помните, что в кинотеатрах уже вовсю идут Звездные войны? А это значит, что самое время вспомнить, как все начиналось. Можно пересмотреть все части, а можно зайти на Яндекс.Музыку в раздел Подкасты и найти подкаст-аудиоспектакль по Звездным войнам на основе четвертого эпизода. Всего лишь за семь серий киноспецы расскажут вам все подробности новой надежды, о которых вы могли забыть. Слышать забавные посвистывания R2-D2 или звуки боя, которые не сделать в аудиокниге невероятно круто. Слушая этот подкаст-спектакль, целиком погружаешься в мир Звездных войн. Но это еще не все. Более 40 миллионов композиций и свежие релизы каждую неделю, а главное всегда под рукой. Будь ты с планшетом, ноутбуком или же в телефоне, качая приложение Яндекс.Музыка и наслаждаясь любимыми хитами круглосуточно. Ну а если вдруг вы планируете куда-то поехать и переживаете за связь, ведь всякое может быть, то не ставьте крест на любимых композициях и подкастах, а просто сохраните их в телефон. И слушайте, даже если связь на нуле. Ежедневные подборки специально для вас будут радовать снова и снова, тем более, что приближается Новый год. Включайте зарубежную или отечественную подборку и создавайте праздничное настроение вместе с Яндекс.Музыкой. Ссылочка на подкаст в описании, обязательно послушайте его. Сегодня я продолжу разбирать эксперименты Джамбо, начиная с номера 050 и заканчивая 099, таким образом завершив нулевую линейку образцов. В качестве бонуса также будет рассмотрен один из самых сильных и смертоносных экспериментов, который известен под именем Dark End или в нашем переводе Апокалипсис. Создал его уже не Джамбо, а потому и его номер 630 не является официальным, а всего лишь условным. Также имейте в виду, что для лучшего понимания происходящего в данном видео, вам стоит ознакомиться с его первой частью, в которой рассказывается про первые 50 экспериментов. Ссылочку я оставлю в описании. Разве это щенок? Ага. До того, как попасть под грузовик, он был Колли. Ням. Ну а я начинаю. Эксперимент 050. Мочитель. Благодаря трем подвижным антеннам на голове, это создание засекает находящееся поблизости живое существо, хватает его своими огромными клешнями и тащит к воде, чтобы в нее погрузить. Если вовремя его не остановить, то такая процедура для несчастной жертвы может плохо закончиться. Эксперимент 051. Лизоплюй. Этот образец интересен своим огромным носом и способностью плеваться кислотной слюной, разъедающей любую поверхность при контакте всего за 3 секунды. После активации 051 стала жить в доме миссис Хасагавы в качестве одного из ее катанов. Ааа! Не заплюсь! О, нет! Эксперимент 052. Коко. Это небольшое существо имеет одну удивительную и приятную особенность. Любой неодушевленный предмет, до которого оно дотрагивается, превращается в шоколад. Пойман 052 был на дне рождения Лило, после чего гости с огромным удовольствием съели большую часть обращенных в сладости вещей в доме девочки. Эксперимент 053. Нытик. Имя данного образца говорит само за себя. Он постоянно жалуется на все, что происходит вокруг него, причем для этого ему даже не нужен повод. Что сильно усугубляет ситуацию, так это невероятно противный голос 053. Помимо этого он также может заставлять ныти окружающих. Эксперимент 054. Помадка. В своем обычном виде это создание довольно крошечное, но при этом может покрывать цель любых размеров шоколадом. Если же образец начнет сам поглощать указанную сладость, то он будет непрерывно увеличиваться. Вкусно! При этом, несмотря на жидкую внешнюю оболочку, желудок 054 будет состоять из затвердевших вкусняшек, представляя собой самую настоящую тюрьму. Попавший сюда человек не сможет выбраться обычным способом. Единственная слабость помадки заключается в проявлении его жертвами сентиментальности и других похожих чувств, из-за которых этот образец начнет таять. Эксперимент 055. Снарфхонг. Данное существо атакует цель, обхватывая ее своими щупальцами. И через присоски впрыскивает в нее бредотоксин, который заставляет жертву все время говорить глупости и издавать громкие звуки. Эксперимент 056. Обгрызатель. Этот образец обладает большой и мощной челюстью, позволяющей ему уничтожать почти любые предметы. Но любимой у него является мебель. В конце концов, он был использован для переработки ненужной старой древесины. Эксперимент 057. Отбиватель. Как понятно из названия, этот большой, похожий на креветку, образец прекрасно отбивает любое мясо перед его приготовлением, делая его невероятно нежным. Для этого он использует свои огромные клешни, похожие на тиски. Эксперимент 058. Заправитель. Как вы уже поняли, Джамбо не любил делать что-либо по дому. Вот и следующий образец убирал за своим создателем кровать. Кости в руках 058 были эластичными и могли гнуться в любом направлении, что значительно облегчало его работу. Эксперимент 059. Порвун. Благодаря встроенной в голову этого образца пиле, он может разрезать любые попадающиеся на его пути препятствия. Однако, согласно изначальным планам, 059 должен был рвать на две половинки исключительно бумагу. В итоге, после поимки и перевоспитания, был отправлен на фабрику по работе с древесиной. Эксперимент 060. Плинк. У образца имеется три глаза. Если жертва посмотрит в тот, который располагается на лбу, то она будет все видеть в черно-белом цвете. По крайней мере, Джамбо рассчитывал на этот эффект при создании плинки. В итоге же человек получал лишь время на искажение зрения, выражающееся в розовых оттенках. Эксперимент 061. Анахронизатор. Был создан для улучшения всех технологических устройств в логове доктора Джукибы. Причем делает это 061 довольно необычным способом. Он перемещается в будущее и возвращается с новым, еще не созданным устройством. Эксперимент 062. Френч Фрай. Этот небольшой и имитирующий французского повара образец создан для приготовления огромного количества пищи за считанные секунды. Достигается это за счет сверхзвуковой скорости 062. Бон апетит! Еду он готовит из любых продуктов, и она всегда получается невероятно вкусная. Проблема заключается в том, что такая пища не содержит никаких полезных веществ. Из-за пустых калорий жертва Френч Фрай не может наесться, а потому толстеет до внушительных размеров, после чего поглощается этим коварным французиком. Эксперимент 063. Надуватель. По своему воздействию на живые организмы похож на 062, но достигается все другим способом. При контакте с этим образцом человек раздувается, словно шар, наполненный воздухом. Происходит это за счет токсина, который вкалывается в тело жертвы. Эксперимент 064. Дремотник. Джамбо так много работал в своей секретной лаборатории, что часто забывал про сон. Поэтому ученый и изобрел указанный образец. Как только 064 укладывался спать около своей жертвы, та также моментально засыпала минимум на 20 минут. Эксперимент 065. Бритфуд. Джамбо не давала покоя история с френчфраем. Он хотел вкусно кушать, но без последствий для своего организма. Поэтому и был создан 065. Несмотря на то, что еда была невероятно вкусной и теперь уже полезной, состояла она только из морепродуктов. Эксперимент 066. Глэм. Благодаря огромной скорости и ловкости, а также исключительному пониманию мира моды, данный образец мог за считанные секунды нарядить и привести в порядок любого, даже самого запустившего себя человека. Ха-ха-ха-ха-ха! В жизни не видала уродливее наряда! Эксперимент 067. Шэди. Это существо по планам Джамбо должно было полностью блокировать солнечный свет на огромных территориях, создавая тень своей надувной головой. К сожалению или к счастью, но 067 физически не мог надуваться больше определенных, не таких уж и больших размеров. Зато его можно было использовать для создания тени в жаркий летний день. Эксперимент 068. Том. Благодаря особому строению головы и биологическим особенностям, данный образец может искажать или усиливать сигналы со спутников. Очень полезно, если хочешь кому-нибудь напакостить, или же желаешь четкой картинки у своего любимого шоу. Ой, чудеса! Ой, чудеса! Эксперимент 069. HT. Любой злой гений хочет не только работать, но и отдыхать. Вот и Джамбо сотворил это создание, имитирующее джакузи, чтобы хорошо проводить время. Нажатием на нос 069 можно регулировать температуру воды. К слову, образец также может создавать силовое поле, ловя купающегося внутри себя. А при выкручивании горячей воды на максимум можно использовать HT в качестве камеры пыток. Ой, тепленькая пошла. Эксперимент 070. Блинодел. Да-да, Джамбо любил покушать, мы уже поняли. Поэтому он и создал существо, способное крайне быстро готовить оладьи и блины, используя свои лапы, похожие на лопатки. Эксперимент 071. Пенни. Благодаря своему невинному и безобидному виду, этот образец проникает на разные планеты и ворует любые монеты. Джамбо сделал 071, чтобы всегда иметь дополнительный источник дохода. Эксперимент 072. Клей-ляп. Предназначение существа заключается в обездвиживании противников. Выделяя липкую субстанцию из своих ладоней, 072 заставляет своих врагов прилипать к разным поверхностям. Эксперимент 073. Наугольник. Еще один неудачный образец Джамбо. Предполагалось, что он будет уничтожать любую мебель в доме. Однако вместо этого 073 сам предпочитает притворяться элементом интерьера, обычно в качестве угла. Эксперимент 074. Велко. Удивительной особенностью этого похожего на воздушный шарик существа является создание прочных пузырей, которые, слипаясь вместе, образуют парящее облако. Оно легко может переносить предметы почти любой массы, однако действует всего лишь около 30 минут. Что такое? Эксперимент 075. Вуву. Если вы чего-то боитесь, например, совершать подпольные генетические исследования, то данный образец вам поможет. 075 будет приободрять вас. Одновременно выпуская в воздух специальные вещества, делающие цель излишне самоуверенной. Эксперимент 076. Нагревик. Очень удобный образец, способный нагревать воду. Поглощает он ее через рот, после чего она нагревается внутри желудка. Пара выходит через отверстие в голове, а горячая вода подается через похожий на шланг хвост. Эксперимент 077. Храпун. Это толстое и ленивое создание напоминает помесь ленивца с вамбатом. Оно почти постоянно спит, а его ужасный громкий храп просто невыносим. Главной же его целью является доведение соседей Джамбо до сумасшествия. Эксперимент 078. Снозл. Создан для обмана и обоняния выбранной цели. Выпуская из своей кожи мерзкий запах, он направляет его на пищу, создавая видимость того, что она испорчена. Эксперимент 079. Туман одел. Может создавать крайне плотный туман, выпуская его из отверстий на спине и хвосте. В настоящее время работает в Голливуде в одной из кинокомпаний. Эксперимент 080. Дэн. Способен играть на любом музыкальном инструменте. При этом звуки музыки покоряют слушателей, делая их крайне податливыми для любого внушения. Таким образом, Джамбо планировала захватить несколько планет, однако до этого так и не дошло. Эксперимент 081. Спиночез. Джамбо любил, чтобы во время его исследований кто-нибудь чесал его широкую спинку. Для этого 081 использует острые когти, которые при необходимости могут становиться в три раза длиннее. Эксперимент 082. Трубочист. Однажды Джамбо засорил туалет, что стало причиной огромных проблем. Обсуждаемый образец был создан для того, чтобы подобного больше не повторялось. Для этих целей он использует, похоже на вантус хвост, а также выделяет специальные химикаты, помогающие в прочистке. Как говорится, дерьмовая у него работенка. Эксперимент 083. Гримпл. Должен был быть использован для проникновения в любое здание при помощи крюка на руке и последующего вандализма. После переобучения стал работать в пожарной службе. Эксперимент 084. Сабвуфер. Уши этого образца способны создавать мощные звуковые волны. А основным его предназначением является уничтожение любых стеклянных конструкций. Эксперимент 085. Без полезняка. И еще одна неудачная работа Джамбо. Какие у него должны были быть способности, установить так и не удалось. А расстроенный ученый отказался о них рассказывать. Да и понять это невозможно, ведь образец вообще ничего не делает. Эксперимент 086. Клинк. Это похожее на огромного краба создание, разработанное с целью ловли любых незваных гостей доктора Джукибы. Большая часть его туловища представляет собой полость, в которую помещаются пойманные существа. 086 может разделяться на две половины, которые будут действовать независимо друг от друга. Эксперимент 087. Лужица. Основной задачей данного образца является рытье глубоких ям, которые затем заполняются водой и маскируются под обычные лужи. Ничего не подозревающая жертва, наступив в подобную ловушку, уйдет под воду с головой. Эксперимент 088. Антихрустик. Если вдруг еда злодейского ученого подгорит и покроется жесткой корочкой, то данный образец способен сделать ее более мягкой. Для этого 088 помещает ее в свою сумку, где и происходит процесс размягчения. Эксперимент 089. Скип. В сравнении с остальными довольно безобидный кузен Стича. Не доставляет никаких хлопот, да еще и обладает уникальной функцией. При нажатии кнопки, расположенной на голове 089, все находящиеся рядом существа перемещаются на 10 лет в будущее. Сработало! К счастью, есть у Скипа и кнопка обратного действия. Эксперимент 090. Фетчет. Джамбо, как и все незаконные генетики, очень ценит свое время. Вот и обсуждаемое создание довольно сильно облегчает его работу. Облизывая любое живое существо, 090 извлекает и сохраняет его ДНК, а после приносит хозяину. Эксперимент 091. Орешкин. В его задачу входит поиск и сбор любых орехов и семян при помощи хвоста. Затем 091 либо относит добычу Джамби, либо ворует чужие вещи, заменяя их собранными плодами. Эксперимент 092. Животун. Крайне сильный образец. Бьет жертву своими огромными кулаками точно в живот, вызывая сильную боль и ненадолго лишая сознание. В настоящее время работает личным тренером. Эксперимент 093. Злобник. Довольно агрессивное существо. Рыча на свою жертву вызывает в ее организме определенную реакцию, делающую несчастное создание злым и жестоким по отношению к окружающим. Довольно агрессивное существо. Эксперимент 094. Луис Би. Этот довольно маленький образец выделяет из своего жала слизь, которая при контакте с пыльцой изменяет ее ДНК. Когда наступает сезон опыления растений, насекомые, вошедшие в контакт с измененной пыльцой, мутируют в разных монстров. Эксперимент 095. Подстаканник. Адский образец для всех любителей чистоты. Забирается в дома, поднимает напитки с подстаканников и ставит на мебель, оставляя следы. После переобучения стал работать в кафе. Эксперимент 096. Кабельщик. Создан для приема телевизионного сигнала со спутников при помощи своих ушей антенн. Выводит изображение на экран, заменяющее ему лицо. Также может отключать телевизионное вещание у соседей Джамбы, как и чинить сломанную электронику. Эксперимент 097. Собака Звун. Этот образец создан, чтобы привлекать определенные виды животных на разных планетах, издавая звуки определенной частоты своего хвоста. На земле привлекает собак. Эксперимент 098. Медяк. Благодаря антеннам на голове может определять местонахождение кабелей под землей. Прорывая туннели мощными лапами, он находит свою цель и перегрызает ее зубами, не опасаясь последствий для здоровья. Эксперимент 099. Пятнышко. Образец заставляет окружающих сильно нервничать и чувствовать себя неловко. Делает он это, направляя на них луч света, исходящий из хвоста. Чем больше яркость, тем сильнее вероятность того, что жертва упадет в обморок. Ну и наконец, эксперимент 630. Это довольно милое существо является одним из сильнейших образцов из когда-либо созданных. Вот только создано оно было не Джамбо, а похищенными злобной инопланетянкой Дилли и учеными. Они использовали энергоэлемент нового поколения, который был помещен в созданного на основе стича носителя. Именно поэтому, как вы понимаете, номер 630 является всего лишь условностью. Апокалипсис обладает огромной физической силой, скоростью, ловкостью и прочностью, превосходя по этим параметрам обычного стича. Также он может трансформироваться в еще более мощную версию, значительно усиливая свой и без того огромный потенциал. Ни один из экспериментов Джамбо не представляет для него серьезной угрозы, независимо от того, действуют ли они поодиночке или в команде. Апокалипсис может ударом кулака вызывать землетрясение, создавать энергетические снаряды и управлять электричеством. А еще он летает и телепортируется. Победить, да и то лишь временно, его может лишь стичь в своей усиленной форме. 630-й любит, когда с ним общаются в вежливой форме, хотя при этом он является целиком и полностью злым созданием. Привет! Нам вид ты вполне симпатичный. Прости, что я из тебя сделаю котлету. Ну вот и подошли сегодняшние эксперименты к концу. Если вам понравилось и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал Инстаграм и группу ВКонтакте. Знаешь, такой кикиморы болотный я никогда раньше не видела. Да! Не забудьте послушать специальный подкаст по Звездным Войнам в Яндекс.Музыке. Спасибо и помните, что проводить незаконные генетические эксперименты плохо, но если очень хочется, то можно. Ну да, на лакуста! Он же шалун!